Торжественное открытие нового парка в ауле Инджичкун началось традиционно с перерезания красной ленточки. Этого события тут с нетерпением ждали и взрослые, и дети. Поздравить жителей аула в этот день прибыли заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачао-Черкесии Зульфира Бачаева, а также глава администрации Абазинского района Руслан Кужев. Поздравляю вас с открытием такой прекрасной парковой зоны. Ежегодно в Абазинском районе возводятся различные спортивные и детские площадки, что стало уже добрым признаком. Создание этого объекта – это наше общее участие, это наша общая сила. Ваша активность подтолкнула руководителей, главу района, подтолкнула главу поселения, для того, чтобы они поучаствовали в этой программе по выделению средств. И в итоге получился вот такой прекрасный объект. А парк действительно прекрасен, тем более, что расположен он в живописном уголке, прямо на берегу реки. Сюда местная ребятня часто бегает погонять футбол. Жители аула собственными силами соорудили для детворы мини-стадион. А теперь рядом с ним новый парк с комплексом тренажёров и игровой зоной для самых маленьких. Вместе с подружками сегодня в парк пришли Риана Джентемирова и Лилия Харатокова. Девочки даже стихи сочинили по такому случаю. В парк пришли мы всей семьёй, дружной, крепкой и большой. Вместе будем отдыхать, свежим воздухом дышать. В парке много развлечений, тренажёры и качели, и песочница потут, пешеходный есть маршрут. Поднимаются на горку по ступенькам малыши, друг за другом вниз съезжают, радуются от души. Очень круто, нам очень понравилось. А что именно понравилось? Спортивное, вообще всё понравилось, всё очень технологично, современно и круто. Ну такой парк был уже у вас в ауле или это первый? Это первый такой большой. А неподалёку тренируются юные боксёры, благо теперь у них есть место для занятий спортом, причём на свежем воздухе. Сегодня новую площадку открыли, спортивные тренажёры. Здесь будете сюда ходить? Да, конечно. А что вам больше всего здесь понравилось? Речка. Да, потому что речка рядом, да? Да. Можно потренироваться, потом искупаться. Среди тренажёров какие больше всего вам понравились? Где будете в основном? Турники, да, в основном. Почему? Потому что она руки качает и… У боксёра должны быть сильные руки, да? Не техника должна, а техника. Открытию парка в ауле радуется и многодетная мама Диана Айсанова. Сейчас в её семье подрастает четверо ребятишек. Она шутит, что младшенькому повезло больше всех. Ведь этому не по сейде, нынче есть где поиграть. Где раньше гуляли с ребёнком? Здесь. Здесь гуляли по берегу. И всё. Ну, теперь всё красиво будет. Дети приходят, мы приходим. Будем приходить каждый день. Благоустройство парка в Инджичкуне было проведено в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. Что примечательно, строители на всех этапах работ учитывали пожелания земляков. Жители аула утверждали дизайн-проект, решали, где именно будет расположен парк и каким он в итоге станет. Мамочки с детишками просили об игровом комплексе, а мужская половина населения говорила о необходимости зоны для тренировок. В верхней части нашего аула уже имеется такая площадка, а в этой части ничего такого не было. Поэтому решили выбрать эту территорию. И сами жители тоже. Мы общественное слушание проводили, и они сами проголосовали за эту территорию. Сложности особых нету, не было. Единственное, как вы можете видеть, тут рельеф, естественно, он неровный. Из-за этого в проект мы заложили фундамент. А также какие-то грунтовые воды, если будут подходить, чтобы они обходили её. Нацпроект формирования комфортной городской среды уже не один год шагает по стране, преображая до неузнаваемости населённые пункты. И всё это буквально на наших глазах. За шесть лет реализации проекта долгожданное благоустройство пришло в 78 населённых пунктов Карачао-Черкесии, в каждом из которых теперь есть вот такие островки комфорта и уюта.